Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Порошок Столу. Лето продолжает нас радовать полезными и вкусными витаминами. Мы готовили клубничный пирог на овсяных хлопьях, пирог с ревнем и меренгой. Ссылки на эти видео рецепты вы видите сверху на видео. А сегодня я возьму и ревень, и клубнику и покажу вам, как приготовить соус, вкус которого покорит сердца даже тех, кто не любит сладкое и варенье. Точный список ингредиентов вы найдете под видео. Ревень, конечно, надо помыть и почистить. Ревень я нарезаю кусочками толщиной примерно 1,5 см. В порезанный ревень добавляю сахар. На 1 кг ревня 100 г сахара. Больше не надо, потому что в сладости еще добавят клубника. Теперь ревень хорошо перемешиваю с сахаром и оставлю его на 20-30 минут, чтобы ревень дал сок. Прошло полчаса, ревень дал сок. Я еще раз перемешиваю и ставлю на огонь. Добавляю четверть чайной ложки корицы и 1 чайную ложку ванильного экстракта. Пока ревень потихоньку нагревается, я беру 50 мл холодной воды, добавляю 30 г кукурузного крахмала и хорошо размешиваю, чтобы крахмал растворился. Пока ревень еще не нагрелся и чуть теплый, я раздвигаю его к бортикам сотейника и в сок потихоньку буду вливать крахмал, добавляя небольшими порциями и хорошо размешивая, чтобы крахмал не свернулся. Как только соус закипает, добавляю 50 мл воды и оставлю вариться на маленьком огне 10 минут. Пока ревень варится, порежу клубнику на довольно крупные кусочки. Ревень томился на маленьком огне 10 минут. Теперь добавляю 2 столовые ложки лимонного сока и клубнику. Теперь огонь можно немного увеличить, чтобы клубника быстрее закипела. Как только клубника закипает, я уменьшаю огонь и буду варить 5 минут. Соус с клубникой и ремнем готов. Посмотрите, какой красивый получился цвет, а еще и безумно вкусный аромат по всей кухне. Готовый соус перекладываю в банки. Из килограмма ревня и полкило клубники у меня получилось 1,2 литра соуса или варенья. Кому как нравится. Если вы хотите приготовить варенье впрок, тогда банки и крышки надо обязательно стерилизовать. Заливать в банки варенье надо еще горячим. И хранится такое варенье в прохладном месте. В жаркие летние дни в соус из клубники и ревня можно добавить в воду. Получится очень вкусный освежающий морс. Или добавить газированную воду и получим домашний лимонад. Также клубничный соус с ревнем очень вкусно подавать с домашним мороженым и украсить листиками мяты. А как сделать домашнее мороженое, вы можете посмотреть по ссылке, которую видите сверху экрана. Соус из клубники и ревня можно подавать с блинчиками, с кашей, к запеканке, к творожным десертам. Фантазия бескраничная. А я приготовила для вас еще один рецепт, в котором как раз буду использовать этот фантастически вкусный соус с легкой кислинкой из клубники и ревни. Следите за нашими новыми видео. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на наш канал и нажимайте колокольчик. Прошу к столу и приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok